Добрый день! Вы смотрите итоги дня информационного портала улправда.ру. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске. Ремонт медучреждений на улице Корсунска не устроил губернатора. Подрядчики будут доделывать и переделывать. Как обеспечить 100 тысяч льготников медикаментами и создание новой государственной аптечной сети. В Ульяновской области появится агентство по вопросам отдыха и оздоровления. Новый формат урока физкультуры опробован в школе номер 62. Получение качественной медицинской помощи – одна из главных задач развития системы здравоохранения. К сожалению, встречаются ситуации, когда о качестве говорить не приходится. Один из примеров – это отремонтированное здание бывшего роддома на улице Корсунская в 4-м микрорайоне. Подробности у нашего корреспондента. В 4-м микрорайоне в скором времени откроется женская консультация. Она разместится на втором этаже бывшего роддома на улице Корсунской. Здание, построенное в середине прошлого века, в 2014 году закрылось на капитальный ремонт. Однако работа, проведенной подрядчиком, не устроили заказчиков. И сейчас ремонт будет переделываться и доделываться. Министр еще раз проговорит со строителями, с теми, кто отвечает у нас за закупки и мебели, и оборудование, потому что сюда надо же и оборудование новое, аппаратуру ставить, а не просто стену, и не просто мебель поставить. Поэтому они посмотрят и подготовят мне так называемые, вот как это красиво называется, дорожная карта. На встрече с инициативной группой жителей микрорайона губернатор обрисовал круг первостепенных задач. В ней входит ремонт вентиляционной системы во всем здании. Второй пункт плана мероприятия – обустройство женской консультации, которая в скором времени может уже начать принимать первых пациентов. Планируется обслуживать женщин железнодорожного района двух участков, 2200 человек на участке, и обслуживаться будет в филиале женской консультации в Центре охраны женского здоровья. Сейчас женщинам района приходится ездить в городскую поликлинику номер один, находящуюся на улице Гагарина. Именно там расположена женская консультация, ведущая прием. Конечно, это неудобно и отнимает много времени и сил. Поэтому жительницы микрорайона ждут с нетерпением открытия медучреждения. Обязательно должна быть женская консультация. Население и молодое, Кирова 6, там одна молодежь, Кирова 6. Вот поэтому как же молодым женщинам не нужна женская консультация. Надо, чтобы детишки были здоровые, и женщины, мамы наши здоровые были. После встречи с главой области у представителей инициативной группы появилась уверенность в том, что их мечта скоро сбудется. Филиал женской консультации – это только первый шаг. После окончания ремонта в этом здании откроется полноценный Центр охраны женского здоровья. Егор Титов, Юрий Ломатов, новости дня «Ульяновская правда». В продолжении медицинской темы. Как обеспечить 100 тысяч льготников Ульяновской области медикаментами? Создание новой государственной аптечной сети или увеличение финансирования? Пути решения искали на очередном заседании Лекарственного совета Ульяновской области. Лекарственный совет Ульяновской области из пассивного формата работы переходит в активный. Такое решение сами представители совета озвучили накануне. В этом году на лекарственное обеспечение льготников в бюджете Ульяновской области предусмотрено 584 миллиона рублей из регионального бюджета. При этом дефицит составляет 600 миллионов рублей. Ситуация с лекарственным обеспечением, она испытывает ряд проблем, связанных не только с тем, что в нашей области какие-то существуют проблемы, а они всем известны, частично недофинансированные как федеральные льготы из-за уменьшающегося количества льготников, но и тенденции также и всего российского здравоохранения. Также с недостаточностью финансирования региональной составляющей. Сейчас основная задача, которая стоит перед лексоветом, точечный анализ каждой из проблем наличия льготных препаратов. Для этого принято решение создать до конца мая пять рабочих групп, каждую из которых возглавит представитель лекарственного совета. Так одна из групп будет следить за ходом создания новой государственной аптечной сети. Уже в августе в регионе появится 36 аптек, 10 в Ульяновском, 26 в районах области. Разрабатывается дорожная карта, в первую очередь сейчас происходит организация, оформление организации, регистрация организации. Сейчас происходит техническое оснащение аптечного склада, происходит его лицензирование. В ближайшее время как раз таки, ну и параллельно происходит подбор помещений, да, для открытия розничных аптечных точек на территории города и области. Еще одна рабочая группа в ежедневном режиме займется мониторингом получения лекарств для льготников государственными медицинскими учреждениями. Сегодня три больницы – Изиская, Корсунская и Сурская – обеспечены препаратами всего на 30% от необходимого количества. Главных проблем, как уже сказано было выше, что нет коммерческих предложений в районные больницы. Одно из основных проблем. Вторая – это кардиторская задолженность за предыдущие годы и аресты лицевых счетов. Зам. Министр выступил с предложением объединить районные больницы, чтобы упростить процесс закупки лекарств. Ринат Алиулова, Юрий Конихин, Новости Ульяновской правды. В Ульяновской области появится агентство по вопросам отдыха и оздоровления. Агентство станет центральным элементом новой системы и будет обеспечивать межведомственную координацию по организации досуга и оздоровлению жителей Ульяновской области. В частности, будет затрагивать работу оздоровительных лагерей региона, где отдыхают не только дети, но и взрослые. Новое агентство не будет подведомственным и не будет входить в структуру какого-либо министерства. Предполагается прямое подчинение региональному правительству. В Железнодорожном районе прошел патриотический флешмоб. Мероприятие получилось масштабным. Его посетило более тысячи человек. Подробности у Натальи Чумаченко. Патриотический флешмоб в память о трагических и героических событиях времен Великой Отечественной войны прошел сегодня на открытой площадке Дворца культуры «Современник» в Железнодорожном районе. В районе осталось 28 живых участников Великой Отечественной войны. И говорить о том, что мы про них забываем, это совершенно неправильно. И мы их посещаем, поздравляем, несем открытки, дети приходят. В 11 утра площадь заполнили школьники, ученики 30-й гимназии, их родители и учителя. Всего больше тысячи участников. Вместе они выстроились в живую инсталляцию, создав надпись «9 мая». Затем по команде школьники развернули огромные плакаты в виде георгиевских ленточек и хором спели песню «Катюша». В подготовке, наверное, самое главное было, потому что во время подготовки к этому празднику мы вспоминали о героях Великой Отечественной войны, вспоминали о тех, кто эту победу для нас завоевал, заслужил иногда ценой своей жизни. И вот это было самое главное для того, чтобы вспомнить о том, что за дни начинаются, что за победа, что за праздник. Дети весело пели и пританцовывали, прославляя Великую Победу русского народа. Мальчишки и девчонки были горды тем, что стали частью столь масштабного и патриотического события для школы и района. Каждый россиянин должен помнить об этом событии. И вот 9 мая, в День Победы, все чтят память всех усопших, а также низко кланяются тем, кто остался в живых. Очень интересно быть частью такого большого и важного мероприятия. Здесь очень весело. Мы спели «Катюшу». Еще раз о Великой Победе школьники вспомнят на тематических уроках, направленных на патриотическое воспитание молодежи. Занятия проходят во всех школах страны в преддверии праздника. Наталья Чумаченко, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды. Ульяновцев зовут пробежать полумарафон. Маршрут забега пройдет по историческому центру Ульяновска. Принять участие могут все желающие – дети и взрослые, профессионалы-любители, люди разных профессий и различного уровня физической подготовки. Программа полумарафона включает в себя 4 вида маршрута. 21 километр для опытных бегунов и подготовленных атлетов, 10 километров для любителей бега, 3 километра для начинающих бегунов и детский забег на 1648 метров. Мероприятие состоится в воскресенье 26 мая. Сбор участников начнется в 9 утра на Соборной площади. Старт в 10.00. Подробная информация и подача заявок на сайте ulran.ru. Воспитанники Ивановского детского дома и ученики средней школы номер 10 поучаствовали в военно-исторической реконструкции событий времен Великой Отечественной войны. Участники воссоздали боевые действия Ржевско-Вяземской операции, которая происходила в апреле 1942 года. Воссоздать подлинную картину того времени ребятам помогли ульяновские полицейские и представители военно-исторических клубов. Организаторы экипировали участников военную форму 40-х годов, вооружили макетами винтовок и автоматов, а для достоверности боя использовали пиротехнические и звуковые эффекты. Представители Центра профессиональной подготовки УМВД России по Ульяновской области, которые и выступили организаторами, отметили, что дети с удовольствием участвуют в подобных акциях и узнают много нового из истории родной страны. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды. В Ульяновске на базе Центра детского творчества номер 2 открылся Зональный центр по патриотическому воспитанию. Торжественное мероприятие состояло 6 мая в преддверии Дня Победы. Зональный центр станет учебно-методическим комплексом, где с ребятами будут вести работу по трем ключевым направлениям. Подготовка к военной службе, укрепление физического здоровья и патриотическое воспитание. ЦДТ номер 2 был выбран базой для этого Зонального центра не случайно. Здесь на протяжении 15 лет функционирует музей 60-летия Победы. За прошедшие годы накоплен большой опыт по патриотическому воспитанию учащихся общеобразовательных школ. Предполагается, что воспитанниками Зонального центра станут молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет. Причем занятия в этом центре будут одинаково интересны и для юношей, и для девушек. В Ульяновске проходит автопробег «Дороги памяти». Участники – студенты и представители общественных организаций. Маршрут более 1000 километров. Подробности у нашего корреспондента. Сегодня утром на площадке возле педагогического университета яблоку негде было упасть. Несколько десятков активистов стали участниками автопробега «Дороги памяти» в честь грядущего Дня Победы. Среди участников – студенты и представители общественных организаций. Первой точкой поездки стал Воскресенский некрополь, где участники почтили память Героя Советского Союза Павла Лаптева. Автопробег «Дороги героев» проводится уже второй год. Направлен он как раз на пропаганду военно-исторического наследия. Цель этого автопробега у нас на территории Ульяновской области похоронено 40 Героев Советского Союза, участников Великой Отечественной войны. Перед возложением цветов старшее поколение рассказало молодежи о жизни и великих делах Героя, достойного вечной памяти. Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. Умер после войны, но свой долг как воин, как защитник, как Герой Советского Союза он выполнил. Цветы в могиле Героя возложить. Честь отдать. Вольно. Ребята из Института гражданской авиации поделились впечатлениями об акции. К слову, в автопробеге они участвуют впервые. Готовы каждый день буквально приходить сюда и вспоминать, не забывать. И наслаждаться памятью вот этой отчизны и этим героизмом. И, наверное, это помогает людям делать правильные поступки. Для меня это очень важно, так как, например, я до этого не знал, что у нас в Ульяновске есть 20 Героев Советского Союза. И это очень познавательно. После некрополя автопробег последовал за пределы Ульяновска. Участникам предстоит проехать более 1200 километров. Поздравить храбрых воинов отчизны, навестить ветеранов и возложить цветы к могилам павших героев. Виктория Черкова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды. Новый формат для проведения урока физкультуры опробовали в 62-й школе. Школьники под предводительством тренеров попробовали фитнес. Нужна ли школьной программе подобная корректировка? Разбирался наш корреспондент. Спорт занимает в жизни каждого гражданина России все большее место. Традиционные и нетрадиционные, олимпийские и неолимпийские, классические и народные виды спорта становятся все популярнее. Фитнес не включен в школьную программу, поскольку не является классическим видом. Однако, благодаря занятиям, многим удается сделать тело красивым, выносливым и спортивным. В Ульяновской школе номер 62 ученики команды, которая победила в районном эстапе весенние эстафеты, считают, что фитнес будет полезен детям. Открытый урок физкультуры, задумка фитнес-тренеров и учителей физкультуры. Группа разновозрастная, представители шестых, седьмых и девятых классов. Большинство – старшеклассники. Такой урок очень полезен детям. Он маленько отходит от программы школьной, но им очень интересно, им нравится. Я думаю, это хороший посыл. В основном у нас здесь присутствует 10-11 класс и первая и вторая школьная эстафетная команда. Готовиться к эстафете в школе умеют, тем не менее, открыты для экспериментов. Фитнес, по мнению учителей, поможет улучшить координацию спортсменов. Внутреннее чувство ритма задействует те группы мышц, которые на обычной легкоатлетической тренировке недостаточно работают. Это положительная эмоциональная встряска для подрастающего поколения. Возможность привить здоровый образ жизни в будущем. И поскольку фитнес и школьная программа имеют некоторые отличия, это позволит заинтересовать подростков в дальнейшем физической активности. Детям очень понравился урок. Мнение, что фитнес-спорт только тех, кто нуждается в коррекции фигуры, они признали неправильным. Сплав танца, акробатики, гимнастики и достаточно серьезной физической нагрузки принес удовольствие всем. Павел Половов, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды. Согласно прогнозу синоптиков, завтра в Ульяновске ожидается теплая сухая погода. Температура воздуха днем составит 22 градуса по Цельсию. Ветер слабый юго-западный. Магнитное поле неустойчивое. Ультрафиолетовый индекс равен 5. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале управда.ру по будням в 18.50. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова